Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша Сьерра Матровская девочка-волшебница Невермор, вон Сьерра Матра, вот мы, и нам нужно барышню отвезти туда, где вы уже были, Кристин, пойдёшь ли ты со мной? Он смотрит на фонтан, щурит глаза, потом осматривает двор по периметру, оценивая расстояние. Думаешь, он использует пип-бой, чтобы установить связь с проектором, да? Да, она кивает, поднимая руки ладонями друг к другу, затем совершает круговое движение 180 градусов и обратно. Наверное, он где-то рядом. Как ты думаешь, где он есть? Она смотрит перед собой, окостится на казино, хмурит брови, смотрит на тапот на восток, протягивает руку и указывает на ваш пип-бой. Типа чё? Ну, бери мой пип-бой, господи, не обеднеем. Она пристально изучает пип-бой, разворачивает вашу руку, как если бы ваше запястье прислалил с собой сенсорный датчик. Экраны её, похоже, не те интересуют, она рассматривает внешний вид, затем корпус, и кажется, чё-то там у неё проходит. Ждём. Она жмёт на красные кнопки, приближает к карту местности, находит главный вход Сера Мадра и хмурится, потом отодвигается, вызывает карту под станции Пуэрто Дель Соль. Лису становится чуть менее напряжённым, когда она замещает. Кое-что она замещает, смотрит на вас, указывает на маркер на пип-бой и указывает пальцем на запад, а потом наклоняет голову. Что, по-твоему, от тебя нужно на под станции Пуэрто Дель Соль? Она делает движение, буду стучать по клавишам. Указывает на вас, поднимает левое запястье, делает вид, что говорит в него. Ни Дин, ни Док не имеют технической подготовки. Управлять под станцией. Она кивает. Она удивлена, что вы её поняли. Слушай, эти шрамы на лице твоём явно не имеют отношения к автодоку. А вот горло — это его работа. Она кивает осторожно, затем выставляет ладонь перед горлом. Медленно её жмёт, указывает на вас. Я не могу вернуть ей настоящий голос. Для этого нужно будет реальный автодок. Она вздрагивает и качает головой. Не могу только понять, зачем тебя обрели наголо. Не, ну я понимаю, что у каждого свои фетиши, но всё же. Смотрит на вас непонимающе. Касается черепа, улыбается и качает головой. Погоди, это тебя не автодок обрил? Ты сама отрезала все волосы? Она качает головой и кивает в сторону казино. Погоди, погоди, я хочу послушать, так ты и прежде была лысой. Да ну нафиг. Она кивает с раздражённым видом, потом описывает руками круг, повторяет то же самое ещё дважды, поднимает руки и мажет как крыльями. Чё? Протягивает ладони перед собой, затем делает движение, будто пишет что-то. Погоди, это символ братства стали, верно? Ты писец братства стали. Ой, у меня для тебя нехорошие новости. Она кивает, догадка и впечатляет. У меня нехорошее ощущение, что это Элай же с ней сделал. Типа она пошла с ним сюда в сиро-мадро, а он такой, м-м-м, и сделала ей некрасиво. Чё-то ты оттуда ушла. Пожимает плечами, потом оказывает на вас, она жмёт плечами. А где ты была раньше? Представляет руку к колбу козырьком. Описывает пальчиком с широкий круг. Ты кого-то разыскивала? Да, да, да. Человек? А такивая, делает движение руками подбородка, опуская его, потом поднимает сжатые кулаки и грозит небо. А злой бородатый мужик. Да, Элай же же. Показывает на пип-бой. Ты искала человека в убежище. Ты искала в волду боя мальчика из убежища. Ты искала человека, который бы был на записи здесь пип-боя, Элай же. Кивается с обычным видом, хлопает боковые части головы, потом разводит руками. Ну, типа он умный, да? Кивает и крутит пальцем в виска. И чокнутый. Кмурится, но кивает. Я так понимаю, тебе очень нужно его отыскать. Кмурится, показывает два пальца, но не средних. Затем изображает имя идущего человека. Затем смотрит на меня. После этого срубает идущую руку и задвигает пальцы в стороны. Одним пальцем указывает на себя. Он тебя с кем-то разлучил. Да. С семьей, с мужем. Или лучше сказать, с женой. Качает головой еще речь и припоминание мужа. Или спадру... Да ну нафиг, я вот этого, честно, не знал. Она медленно потом отмахивается. Вы были не просто подружки, влюбленные. Она кивает, смотрит на вас несколько удивленно. Ну так мы своего рода и сами любим девушек, слушайте. Она поднимает брови и смотрит на вас. Я понимаю, что любимый человек это важно. Она кивает медленно, звучащая глядя на вас. Кажется, она пытается оценить вас по-новому. Через пару секунд она делает медленное круговое движение и стучит себя по запястью. Ясно, понятно, время вошло. Пойдем со мной, если хочешь жить. Ее способность интерференция. Находите рядом с динамиком. Пищалка увеличивается по сроку на 50%. И мы не бодро знаем, куда нам нужно... Идти нам нужно через поезд Адель Соль. Одна надежда, что мы сможем зайти по-быстрому. И там не будет этих тварей. Хотя кого я обманываю, господа. Будут эти твари. Там обязательно будут эти твари. Стимулятор, стимулятор, инфошечка. Да, вот сюда нам нужно. Кристина смотрит на устройство и хмурится, указывает на щель сбоку и поднимает бровь. А, типа тебе на щель сбоку в устройстве или на какую-то другую щель? Тут очень важный и пошлый вопрос. Остадель Соль Север. Ох ты ж, как его расколбасило-то подбросило. Итак, нам нужно пряменько наверх, 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 наверх. Ну, если здесь все хорошо, то тут быть никого не должно. Лучше того, должна быть открыта вот эта дверка. Да, будь там плавал. Тогда пойдем долгим путем. Там как бы тоже никого не должно быть. Потому как голограмма... А, нет, 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 нет. Кристина кого-то заметила. Хотя стримонина такая же голограмма на месте. Ой, подруг, я же тебе оружие не дал. Так, а что тебе дать-то? Я ж гулю-то все отдал. Во, засрань какая. А что тебе дать? Автоматическая винтовка, подрохов нету. Антир-1 тебе не нужен. Деветочка, пистолет. Ну, давай шуль. На те два... Три потрошки на девяточку. Глядишь, как-то разойдемся. А мы были бы с ней неплохой парой. И по росту, и по весу, и по... Ну, бы чуть больше, но... Стройняш не больше. Так, левенькая, правенькая, правенькая, левенькая. Она глядывается по сторонам настороже. И проверять яркие проходы. Нам туда, да? А там гадский туман. Про-стрейфим по бровке или нужно обходить как-то поверху? Я думаю, что про-стрейфим, побежали. Хыц-хыц-хыц-хыц-хыц-хыц. Нет, тумана показалось вам. Все, тут тумана нету. Мы на месте. Дверь пустая, Дельсоль подстанция. Не видать, не видать никого-никого. О май. И что написано? Слушай пока, прежде чем потеряешь голову, но это как-то, эй-хэд. Это вперед. Ну, эй-хэд с пробелом. Это будет голова. Короче, думайте. Так, там где-то есть динамик, который указывает на электрошкаф в стене. Сейчас, погоди, подруга. Посмотрим, подумаем, поразмыслим. Компунктеры не рабочие. Проводники тем более не нужны. Дверь не открывается, похоже, на нее не подается питание. Так, где-то электрошкаф-то. А вот это электрошкаф, да? И так, похоже, не когда кто-то починил этот автомат, включая подручными средствами. Но сейчас он опять требует ремонта. А мы можем ахалай-махалай это сделать. Подача возобновляется. А тут как-то динамика еще не звезда. То есть, серьезно. Что-то такое лежит. Чиним сами журнальчик. Хитро запрятали, согласен. Тик-тик-тик. А, вот этот гребаный тик-тик-тик. Все, 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 все. И хорошо. Он скрип, значит, его можно взорвать. Все. Жив, цел, орел. Да сколько шоу-то там будет-то? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Засрань какая. Дальше с программиста. Сокровище все мое написано. Да забирайте нас. Только выпустите отсюда. И все будет хорошо. Где ваш тик-тик-тик-тик-тик-тик? Где динамик? Где динамик? Засрань какая. Я не вижу динамик. Где он есть? А длина, значит. Если пробежать быстро. Вот это... Фух, какая близкая засрань была. А вот тут прям чуйка, что добра здесь не будет. Нам нужно туда. Ютилити. Или туда. Но просто взял и пришел не вариант. Здесь очень много газского дыма. Она кивает на облако внизу, изображает движение и медленно качает головой. Ну я готов выслужить предложение, Кристи. Поднимает бровь. Знаешь, я хочу до выброса. Как-то оказалось в автодоке. А тут мне даже интересно. Описывает пальцем груг. Хмурится, прикидывает, прикрывает лазла ладонью. Поднимает руку, указывая на вас. Тебя вырубили. Да. Указывает на нас. Рисует груг, потом тычет вам под ноги. Ты хочешь понять, откуда я здесь? Да. На сей раз она опускает руку и держит палец по направлению внутрь, покуда не указывает на точку между вами. Все еще указывая на землю между вами, она образительно поднимает брови. Меня сюда привел радиосигнал. Там звучал голос женщины. Скорее всего твой, пока тебе горло не вырезали. Она ждет, потом поднимает бровь снова. Мне стало любопытно, куда он приведет. Она кивает нас. Указывает на нас, затем в сторону казино и медленно качает головой, после чего указывает на главный вход. А будь у меня возможность уйти, было бы почти я, как же ты. Она качает головой, затем указывает на землю. Ты не собираешься уходить? Она бросает взгляд на казино, в одну сторону выхода и снова на казино. Пожимает плечами, не слишком уверена. Рита, на вас она не смотрит. Была бы возможность уйти, ушел бы. Она косится на вашу шею, не пожимает плечами, затем обеими руками слегка сжимает свою шею и держит пару секунд. Ясно, понятно. Мысли хорошие, идеи веселые, но как нам с этим разобраться, вообще непонятно. Совершающие, непонятно. Быстренько пробежать, но куда? Что он говорит, мини-карта? Карта местности, говорит, что прямо туда. Насквозь. Так, здесь еще не жмыхает. Тут такая печальненькая, что вообще не видно, куда нам идти. А вот тут должно уже накрывать, да? О, вон там стрелочка нарисована, слушайте. Ладно, стрелочка. По стрелочке наверх. Жив цел орел. Нифига не жив, не цел не орел. Опа-ки, а здесь не жмыхает. Пропедалили. Пропедалили. Ну, ближе к цели мы не стали. Ну и где ваши стрелочки, обманные? Самое стрёмное, что и прохода не видно. Как-то вот тут бочком пролезь, не? Ну, как показывает практика, Нью-Вегас это не то место, где прыжочки-пирожочки срабатывают. Хотя, вы знаете, самое смешное, что сработали вот здесь. Пропедалились. Туда. Не, я хочу туда. Там ютилент написано. Там должно быть что-то веселое. О, да, деточка. Чей-нибудь еще и вентиляцию запустим. Аптечка, здравствуй. Дверонька, здравствуй. Кристин кивает на терминал в конце комнаты. Погодите. Тут компуктер есть. Система управления питанием. Тема только в рейссо-мех случаях. Случаи очень уж нужно. Все системы должны быть сразу отключены, чтобы помочь автоматике выравнивать нагрузку. Если автоматика не справится или выйдет из строя, ваш бригадир отправит одного из вас на помещение ручного управления. Рядом главный регулятор. Вторая смена. Ребята, хватанушие газа, все еще не оправились. Здоровым приходится пахать за двоих. Растет недовольство. Мистер Ецель в тайне от Синклера добывает химию и выпивку. Но без толку. Нам нужны эти парни. Еще один выброс газа, и мы до конца года будем простаивать. Новые костюмы подъехали сегодня. Можем проверить вент-камеру, увидеть, откуда берется это облако. Костюмы жутковатые. Говорить в костюме невозможно, приходится объясняться жестами. Ну, по крайней мере, можно проверить шахты и камеры вентиляции. Но газ меня беспокоит. Да и ребята тоже беспокоятся. Если камера наполнена, им страшно представить, что будет на вилле, когда газ снова фырвется наружу. Может быть, мы нашли не все терминалы, но из-за того, что мы нашли, мы понимаем, что тут еще понадвигается. Большая такая и страшная. Ну, здравствуй, холодильник. Вы думали, терминал? Нет. Здравствуй, холодильник. Здравствуй, винтовочка. Здравствуйте, патрохи. Вот вас-то нам и не хватало. Здравствуйте, девочки. И... О, шкаф Энниса. Ему на тетрадях в детстве букву П точно перерисовывали. Паролет удаленного терминала ТО. Есть такое. Пишка казино. Есть такое. Заколочка. Есть такое токсичные образцы. Банга осадков. Не знаю, зачем оно возьмем. Довольные деньги. Что там за записывочка была? Токсичные образцы. Боже, как я рад вылезти из костюма. Пока собирали образцы для яйцоголовок, чуть с жизнями не расстались. И нам таки придется это сделать. Здравствуй, родная. Выключить систему вентиляции можно лишь при проведении техобслуживания. А нам, наоборот, включить нужно. Включение системы вентиляции. Громкий звук из западной комнаты. Похоже, система вентиляции запустилась. Созжить его токсичные облака. И подвал подстанции. Удели улицы. Коста Дель Сульфигаси. А что, так можно было? Ой, там туреленько немножко. И ощенечко пищет. И вот с той кто-нибудь мы не разберемся. А пробегать нужно. Вот таким быть. Пожалуй, автоматическая винтовка. И выстрел вдалеку. Так, автоматическая винтовка. Заряжена, не заряжена, не заряжена, не заряжена. Вот заряжена. Костюмчики все те же. Так, да. Спок, раз-два. Минус торелька. А эти твари бронированные. Черт, пройдешь мимо них. Все-таки начали за эти двери. Она, зараза, не скрывается. Да ну серьезно. Уже 300 раз взорвались. Все. Не пип-пип. Терминал. Открыть замочек. Думается мне, что пошли мы в заднем путем. А джерол? Первого раза. Адскер. Итак, что мы имеем? Отчет службы ТО. Искать долго не пришлось. Продвигались до главной шахты, наткнулись на облако газа. Но, по счастью, не такого едкого и красного, как в прошлый раз. Повезло, да не очень. Несмотря на защиту, поражение избежать не удалось. Газ все равно проникает внутрь костюма. Похоже, он разъедает металлические застежки. Мало того, что один парень пострадал. Все, кто спускался вниз, не смогли снять костюмы. А, вот как не бризраками стали-то. Динамики вырубаем. ЦТ и энергозабережение. Растепенные системы. Система оповещения. Два четырех динамика отключены. Да, мы их сломали сами. Спасибо большое. Так, туда-сики, туда-сики, сюда-сики. Кристин бросает глядцу в сторону, откуда слышен скрежет. Выглядит спуганный, дрожит, словно желание. Че-то, 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 че-то? Ключ к Энису. Ему точно букву П перерисовывали. Не только в детстве. Ключ от шкафа. Старик Энис опять оставил свой ключ на консоли. Не забудьте отдать, как увижу. В общем, мы тут точно зашли через зад. Мы должны были зайти здесь и пройти насквозь его. Вот, там лифт был. Удален терминал ПО. При аварийной ситуации данной станции можно управлять распределением питания. Однако, по семестной практике, не рекомендуется это делать. Жить со своим куратором, чтобы оценить следсообразность использования станции. А мне плевать. Передали управление. Кристин делает знак, с сомнением указывая на дверь, а потом делает движение рукой, будто ее тянет. Ей похоже, это не алло-алло. Мне удалось найти способ, как обойти систему. Ты можешь пользоваться здешним терминалом. Она кивает с благодарностью. Смотрит на терминал, затем на вас. То поднимает большой палец вверх. С тобой все окей будет, надеюсь. Она кивает и указывает на вашу руку, протягивает свою. Тянем. Она удерживает ее несколько секунд и пристально смотрит вам в глаза. Затем сжимает пальцы нежно по-девичью. И за тобой вернусь, подруга. Тоже по-девичью. Она сланет голову, смотрит на шейники на пей-бой. Открывается, закрывает рот, хмурится. Выглядит на печали, но ударит себя в грудь один раз, потом кивает на вас и на выход. Я все равно удержусь и вернусь за тобой. Она щурится кивает последний раз. Колокольня. А то ты запустишь галоконцерт. Путь на верхней близке, но думаю, как ты доберешься. Уж, со следующим левелом взрывчатки точно доберусь. Вот, 19-го берущая, жди нас. И 69 взрывчатки. Просто идеально. А вместо специальной ачивочки на 40-ом левеле мы возьмем... А черт узнает, чем мы возьмем. Че-то возьмем. Вот, что мы можем сделать, да слушайте. Есть такая штука, называется Белый день. Даже с фонариком на пей-бой нас никто не заметит. Все будут думать, что это ветер им показалось. Или же можем изучить робота, получить шанс крит попадания. Не, суперстелс на стелс-бой это вообще идеально. Без стелс-бой тем более. А что это нам нужно сделать-то? Контроль турели. Да, мы явно шли не той стороны. А вообще не той стороны. 1, 2, 3. Спасибо большое. Деактивируй систему турелей. Их уже нету, ну, на всякий случай. А мы должны были подняться снизу, через жопные подвалы какие-то. Не, не подруга. Это не наш метод. Совершенно. Итак, куда нам нужно? Кнопочку вверх. И чё? Где мы? А чё, так можно было? Серьезно? И где мы находимся? Инфошечка картомера. А нам нужно добраться до... Ох ты ж, мать, как далеко нам нужно добраться. Ну, по... Быстрое путешествие невозможно. Хорошо. Нам нужно идти туда. Я очень сильно надеюсь, что никого тут вокруг не водят. Ну, или крайне быстро давить на этапах. Да. Мы здесь были. Нужен выход из поезда Дель Соль. Минус спок. Тогда вопрос, а вот эта дверь открылась или нет? Нужен ключ. Служенное помещение. Нет. Или мы реально зашли не оттуда, или одно из двух? Нас устроят оба варианта. Ну и так-то ещё. До фонтана вернулись? Вернулись. А вот куда дальше стоит подумать? А-а-а... Быстрый ТП не вариант. Если урала станция вообще весь туман отсюда, то вариант довольно-таки оптимальный. Активный, я бы даже сказал. Нам нужно чётенько прямо, 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 прямо и прямо. Надеюсь, уповая на то, что здесь ни одной твари не будет. Хотя, кого я обманываю? А, не смотри, туман не весь не урала. Далеко не весь туман убрал-то. Так я по бровке пройду. Оп, сужмыхает уже. Спасибо, не надо. Здравствуй, стимпак. Шпынь. Всё-таки прямо. Надо было запускать голограммы, где можно. Так кажется, голограмма наши лучшие друзья. Но кто же знал? Ой-ё. Вот это было зря. Этот маленький выстрел нам стоил очень дорого. Чётенько прям... Ох, ты ж, вон он уже. Ну, по сути, нам туда и не нужно. Нам нужно пройти через Солида-дель-Соль. Через Солида-дель-Соль мы пойдём. До свидания. Не погнался хоть за нами, не. Остается надеяться. А, это не только что... Или там дверь, или там одно из двух. И указатель. Меня больше всего смущает один факт. Где реально находится Элладжа? И как он здесь выжил? То есть, ну не должен был он выжить? При прочих, при равных-то. Уполов ей зубы. Ну да, особенно если это придуманные... Волшебные гендеры. Нам нужно вон туда. Кто бы знал как подняться. Забачкиная страница. Разная страничка. Не чешить мне то, что я не произошло на вилле. Я не закладывал фундамент. И не знал, что балки дохлые. Если попытаться свалить всё на меня, пусть знают, что я расскажу, что там творится. А короче, да. Тайны древней старинны. А та у полов реальные зубы. А ещё за девять твари бродят. Не знаю где, но прям где-то за нами. Всё странненько и странненько и странненько. Вот что нам нужно. Нам нужно солиды доль соль север. Это не над нами, это под нами. Ну и подлина там бродит. Да, ну вы смеете, что ли? Опять гребаный капкан. Ну, мы-то оглядываемся по всем сторонам. О, сплошной ада Израиль. Ладно. Прихромаем на полусокнутых. Общее направление мы уяснили. Чё-чё-чё-чё-чё, она где-то чё пищит. А ещё на нас выходят эти твари. Их стало больше. Уже не пищит. с полотен это где то есть но уже не пишет к обойти по кругу Угу, гу-гу-гу. Уди, уди, уди полезный. Лежать боятся? Тебя уже нету. Все. Тут реально написано где мы. Кто дать надписи-то оставил же, ну? Ну, одежда. Можно ее забрать и сдать потом автоматы. вход в домик написано should have never left school не стала покидать родной дом лучше прям никто не спорит так нежно-нежно аккуратно некуда бежать чудо как-то сразу грустно при грустно стало и по звуку то я услышу же ноги то есть иду не вижу да нужно компанас дель соль а там их твари двое так заметили да заметили собаки сутулы вот тихо нежно еще жив еще целующие местами дожарил а у нас же нет нашей кьюшки то любимой головин . слабо но собака может быть есть минус башка на отдельных дистанциях рабочая ух ты не вовремя перезаряжаешься тихо 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 нет тебя там еще один сбоку сраку чертова где а вон он прямо нет не втащишь не втащишь не втащишь не тащи не тащишь А это что за слоу-моу нафиг? Что происходит? Эх, а где мои выстрелы, пардоните? И ты угол последней три патрушки. На все, про все и про всех. Так-то и мы вроде близенько. Да, если верится по прямой, по прямой мы там. А вот, Са, я тебя видел. Думаешь, не видел? Я видел в этот раз. И тебя я тоже видел. Странно, что эти демоны в них не влазят. Они как бы безмозглые, они самих расставлять не могут. Но и влазить тоже не должны. Зараза, где-то там есть. Черт, опищалка. А, вроде бы вверх. Останет нормально у другого оружия. Медвежий кулачок не достанет, ножка пьё не достанет. Магнум. Ну, грустно, но побежали. Ох ты же мать! Нет, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Так, я отсюда сваливаю. Более безопасное место. Гораздо более безопасное место. Я даже не знаю, куда я сваливаю, но... Я отсюда сваливаю. Терминал. И где мы есть? А мы близнико, кстати. Так, нам нужно помощь пару стимуляторов забросить. Почитать терминал. Личный дневничок. Спросил бригадира, как же так получается, что никто пока не спохватился. Он подмигнул, сказал, что у нас тут есть туз в рукаве. И за нами кое-кто приглядывает. Пока мы не делаем ошибок, вплоть до открытия, эта вилла будет самой большой кормушкой, какую только можно представить. Половина всех текущих поставок не поступает, и Синглер совершенно оцепленутый старолеткой и ни на что не вращает внимания, кроме казино. Ясно-понятно, все беды были от барышень. Ну, наша задача свалить побыстрее и подальше. И, наверное, вон туда прямо, да? Да, таки вон туда прямо нам и нужно. Так, вроде не догоняют. Эц, дрыц, шмыц. Давай. Обезвредил. Не взорвался нифига. Ой, там таракашка. А еще они могут подняться прямо отсюда. Не, не, спасибо, не надо. Ну, твою же, ну, еще и капкан, ну. Слов нет, а не выражение. Вентиляция, Мартини Сьерра Мадро. Ну, да. Саквояжик докторский было бы вообще идеально. Вот, что есть. Повседневку отдали, да? Грязную одежду, да? Яблочки наливные, столберестейк, стимуляторы дан, только один. А пока они там. Двое они там. Даже не знаю как. Пока можем в башку над башку. Ммм, ясно, понятно. Криты не проходят. Пардон, Тимо. А, ну, шкопьё пытаться их заварить. На ближние. Поставь противохотную мину. Давай, родная. Вот, отошёл. Вау. Тут, чё, это было. Прям комплект. Полношко пьё, без вариантов уже. На тебя. Ну, тебя. Ну, тебя, ну, тебя. Ну, тебя, чё, 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 чё? Чё, 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 чё? Минус башка, минус башка. Всё, минус один, минус один, минус один. Где второй, третий, не знаю, но минус один. А, стимулятор. Медикс, который созвлоприняя заранее. Бафучков нету, не. Чёрт с ним, ментат, я не знаю, под что. И, пожалуй, погнали мы. Да, минус. Точнее, плюс капкан. Играли бы за мальчика, было бы больно. А с этой девочкой не так страшно. Тётя, я тебя вижу. Стоп, нам вниз или вверх? Ох, ты же, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, а погодите, а? А куда нам нужно? Нам в уголочек нужно. Ну, тут даже не заберешься, да? Да нет, заберёшься, заберёшься. Нет, не заберёшься. Что за фигня? Вон, куда нам нужно, нам наверх нужно. Короче, если же там нету подхода, захода, прохода вниз, через шоку и вверх. Короче, подвал наш, да? Вот вы пошли вон, вы хромаете там, не быстро, лучше медленно. Ах, ты ж собака, ты барабака такая. Не-не-не, вы тут, я в подвале. Рокировочку провели. Подвал. Айм, но ты мам, я не мумия. Рад за тебя. Да, тут есть подъём. Комнат, в которой мы не были. Что за саданинский ритуал проводили? Ах, ты ж, ты ж, ты ж, ты ж, ты колодишь-то. Уди, 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 уди. Порешаю. Один останусь. Или не останусь. А вот вы собаки мощная. А, снаряжение, защищенная вода, тебя забросили, жевательная резиночка. Нет готового обеда, нет. Короче, стимуляторы наши, всё. И немножко спок. Да что же вы такие-то собаки мощные-то, а? Чего же подобрались-то? Короче, я, я от вас ушёл. Как колобок. Отовсек ушёл. Валите в адский радиоактивный туман, твари. У вас ничего нету в оселоне. Скучи-вискич. О-о-о, потрошеньки микроядерные. А кто сейчас будет делать сосай-кудасай? Это точно будем не мы. 79. Здравствуй, родная. Тут немножко диспозиция поменялась, совсем чуть-чуть. Ну или не поменялось. Мы всё так же тупы. Всё так же мажем. О, хотя бы тебя добью. Чё, подлина. Не нравится, да? Минус башка. Ну да-да-да, давай-давай-давай. Расскажи, что ты ещё там можешь. Кстати, на реальных дезинтегрируют. Минус один. Эй! Стало только добежать, и всё сразу стало хорошо. Молитесь, дездемоны. Не достал. Да, они реально все за мной идут. А вот тут достала, гадина. Это было долго, это было нудно, но мы их, твари, порешали. У! Стремонина. Где-то там сзади, снизу ещё есть, но нам хватит. А, нет, спереди есть, спереди. Хедшот, шикарный хедшот, кстати. Э-а-а. А куда? Зараз, там ещё пищака есть. Чёрт-то вы приёмники. Ну, уже совсем близко. Патрушеньки на Магнум, патрушеньки на Магнум. Такое себе, но пойдёт. Кстати, а фига ли ты не пищуешь? Короче, ног нет. Одни выражения остались. Да, мы не смотрим вниз. Пишите об этом побольше в комментариях. И мы на колокольне. А, мы кого-то... О, здравствуй, родная. Ещё доплёлся так, это. А мы ж тебя так ждали. Не за хедшотим по длину. Вообще не за хедшотим. Да нам особо и не нужно. А головинтовка, фокусирующая линза. Вот это нам нужно. И шикарнейше. Видно казино с Яромадро. Здравствуй, родная. Запускаем, что ли? Ты меня слышишь? Чёртовые передачики. Сейчас подключу ошейник к динамиковой башне. Тогда вот... Да, вот так. Выслышите, динамика постукивания и несколько быстрых ударов. Потом медленно ещё два. Кристину, мы вообще готовы. Нет, два ответа постукивания вот так. Из динамики нужно один удар. Готовы. Оба. Я буду держать долго в клетке. Главное, откройся, Яромадро. А чё ты ждёшь? Наслаждаясь все моменты. Играйте, музыка, ты играйте. Будь осторожнее. Думаешь, на Вилли сейчас опасно. Так вот, это ещё цветочки. Представление начинается. Народ, занимайте места. Сделаем это ещё 3-2-1. Готово. Начинаем представление. Ну, вот и всё. Теперь откроются ворота. И развернутся я в небеса. Ну, это было бы просто, да? Если бы мне нужно было добраться... Ох, ты ж мать, там даже салюта. Сюда съедутся вообще все. То есть прям реально все. И да, твари стало в разы больше. Прям вот... Несказанно. А нам можно как-то отсюда... Мг. Нельзя. Это было бы слишком просто. А вниз не хочется. Но придётся. Ну, ладно. Пошли помалу. Потрохов нет, потрохов нет. Задача какая? По карте. Добраться до... Уда в Сиеромадре и войдите в казино. То есть на главную площадь. В обратном порядке весь путь. Можно пытаться прострелить пробежать. Из всего хорошего они не очень быстро. Они нас могут просто тупо не догнать. Мы можем порешать их всем. Ну, есть такая щука, что они будут вылазить и вылазить в новую. Вот как вот этот вот. Буб-буб-буб-буб-бубочка моя. Нет. И потрохов нам вообще нифига не хватит Так, а мы где? А мы где, а мы где, мы где, мы где? Это подъем наверх А, да мы еще на самый низ не допустились Тут их реально в разы больше Но я побежал, вам счастливо оставаться То есть счастливо оставаться не вариант, да? Ой, а там злые звуки Просто эфил Если вы думаете, я знаю где, то я нифига не знаю где Где? Ах уж тени привидений, чертовы А наехал тут Лимиты всякой Да прыгай же ты быстрее Че-то все нифига не дезинтегрируются Минус один Показал тебе Минут два Хорошечно А троха в малом, но шансы есть Run and run А, мы здесь поднимались Точно-точно, три кавкана А вот как тут понизуете, я еще черт его знаю Можно это на кривульку своей Кто? Быренько, но не быренько Run and run Очень сильно, очень куда нам нужно Очень стараюсь Тихо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Держно Амбулитры последние Капканы нет Зараза, добивай таки Жрем все, что есть Че они тоже жрем Вот тимпаки реально последние Истает сомнения, что пошли не туда немножко Да, деточка, мне нужно вон туда А там эти свалоты, да? Да, там много свалотов Ага, уже ближе Уже ближе, но нет Нашли такий казино Сьеромадро Снежный шарик, замечательно, бомба-ракета А тайник Дина нашли А трое看ちょっと стимулятора И все такое, богатый, вообще богатый Не глядя, не гаданно Нашли А где ну есть, прямо под нами да? Десант До свидания И кстати, на обратном пути зашли на подстанцию Селита, мутанта здесь уже нет. Поэтому нежно и аккуратно пытаемся прострейфить сами домой-назад, немножко подлечившись тем, что есть. Неудобное место, мягко говоря. Ну и так-то пришлось поплутать, довольно невесело вообще, нифига не весело, но нашли мы свое это самое, где оно самое. Плюс тут стало гораздо больше чертовых этих глушилок, которые нужно пробегать просто моментально. Ты же, мать, это реально много. Надеюсь, что свои подмогут как-то. А где? А вон оно. Ты тоже не подойди даже к Таргамату. Ну что, на месте? На месте. Вот казино Сьеромадра. Где там все остальные наши, я не знаю, но здравствуй, родная. Отправиться в казино Сьеромадра. Ворота ведут в казино Сьеромадра. Как только будете внутри, вы не сможете вернуться на виллу. Желаете пройти? Ясен пень. Тут страшно. И наши все валяются мертвые. Дайна тоже накрывает. Похоже, Элайджа немножечко наобманула совсем чуть-чуть. Э, а где все остальные? Где мое оружие? Оружие со мной, все хорошо. Так, без фонарика плохо. Ой, голограмма нас ведет, слушайте. Этого с немножечко подзолотая. Совсем шу-шу-шуть. Малость. Ты там? Слышишь меня? Колебания мощности, резервная мощность. О, ты внутри, да? Хорошо. Я уже думал, тебе конец. К несчастью, твои друзья тоже сюда провались. Лишились сознания, как и ты. Интересно, что произошло. На тебя была охрана казино. Если она чует что-то постороннее, радиацию, то усмиряет воздействия. Если надо, перемещает его. Старые записи создают помехи. Гости, которые остались заперты здесь. Если брать этот шум, чертов. Может, когда твои друзья оказались внутри казино, их переместило. Может быть, полезным или нет? Интересно, они пришли, чтобы помочь или чтобы убить тебя? Ты внутри сигнал должен доходить через динамики. Добро пожаловать в Сиро Мадре во все мои величии. Вот за что так стоял старый мир. Даже накануне войны, посмотри. Великолепно. Все гости мертвы. Так куда лучше. Тихо. Такой должна стать вся Мохаве. О, да. Накрыл его. Казино спит. Агреленные места недоступны. Тебе пока туда не попасть. Но поверь, мы проберемся везде. Надо его только разбудить. То есть, Элайджи обдолбанный вообще на всю кукушечку. Ему нужно всю Мохаве сделать. Вот такую вот. И на тему того, что это было дорого-богато для старого мира, друзья мои, у нас депутаты сортира отделывают и то более презентабельно. Так что не, как бы не Алёне вариант. А, заколочка. Да и довоенную тоже заберем. Ну что же, нам нужно пройти куда? Заданиться, остановить с двери, доберитесь до счетовой казино и установите подачу питания в остальной части Яромадра. Причем за карту местности нам особо не рассказали. А за карту мира так тем более. Поэтому че? Поэтому мы везде пойдем, но потом. А пока что сделаем маленькую паузу. Я напомню про наш Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи. До встречи. Увидимся немножко попозже.